Друзья, всем привет! С наступлением лета и жаркого сезона у каждого из нас возникает вопрос о кондиционировании воздуха в помещении. Я, конечно, не исключение. Сейчас 12 часов дня и в мастерской очень сильная жара. Работать в такую температуру, конечно же, некомфортно. В этом случае приходит на помощь кондиционер. Кондиционер бывают сплит-системы, оконные кондиционеры и мобильные кондиционеры. Вот как раз мобильный кондиционер я и приобрел. Этот кондиционер от компании BALU COM. Серия называется Platinum Comfort. Данный кондиционер может работать не только на охлаждение, но и на обогрев. Также у данного кондиционера 4 режима работы. Это охлаждение, нагрев, также осушение воздуха и рециркуляция воздуха. Почему я выбрал мобильный кондиционер? Смотрите, к примеру, 5 дней я нахожусь в квартире, у меня воздух остужается. Затем мне нужно уехать на 2 дня на дачу, к примеру. Я могу взять мобильный кондиционер, приеду на дачу, 2 дня он у меня работает. Затем я уезжаю на квартиру и забираю его с собой. Я считаю это очень большим плюсом. То, что не нужно устанавливать, к примеру, сплит-систему и на дачу, и на квартиру. Можно взять просто одно устройство и пользоваться и там, и здесь. И это очень большой плюс. Ну и давайте сейчас распакуем, посмотрим сам кондиционер поближе и что идет в комплектации. Для начала давайте посмотрим, что идет в комплектации с кондиционером. Инструкция. Вот такой вот пультик. Наклеечка. Хотя на кондиционере она тоже присутствует. Как видим, класс энергоэффективности у кондиционера А. Гофра. Гофра здесь идет на 2 метра. Вот так вот она удлиняется. Для гофры идут 2 патрубка. То есть вот этот мы подсоединяем к кондиционеру. Ну а вот этот патрубок мы подсоединяем вот к такому переходнику для окон. Ну сразу хочу сказать, что им очень мало пользуются. Делают самостоятельно свои переходники. Я тоже вам покажу, как я буду делать. Ну и также еще есть вот такой дренажный шланчик. Опять же хотел сказать, что им придется воспользоваться, когда мы будем работать на сушение воздуха, чтобы слить излишки конденсата. Если мы работаем просто на охлаждение, то нам данный шланчик не понадобится, так как весь конденсат будет улетучиваться по гофре вместе с горячим воздухом. Ну вот и сам кондиционер. Хотелось бы сказать, что у меня модель 11H. Есть еще 8, 13 и 15. Рекомендуемая площадь охлаждения 25 квадратных метров. Этого мне будет вполне достаточно. Кондиционер, конечно, довольно-таки тяжелый. Весит порядка 26 килограмм. Но благодаря ручкам по бокам и колесикам кондиционер легко перемещать по помещению. Это тоже считаю плюсом. Ну и также здесь видим наклеечку, что кондиционер работает на обогрев, сенсорная панель, ночной режим и таймер 24 часа. Также удобно, что вот здесь есть кармашек для пульта. То есть мы не потеряем. Всегда можно здесь его оставить. И он всегда у нас под руками. Это тоже очень удобно. Хладаген здесь R410A, который не вредит озоновому слою. Жалю здесь находится сверху. Я считаю это тоже большим плюсом. С обратной стороны у нас находится фильтр. Вот здесь он у нас вытаскивается довольно-таки легко. Ну и его периодически нужно чистить. То есть, как видим, вытаскивается он довольно-таки легко. И снова так же устанавливается. Все готово. Еще хотелось бы показать сейчас, секундочку, как наматывается провод. То есть, видим, мы намотали. И здесь специально есть разъем под вилочку. То есть, все очень компактно. Сенсорная панель здесь очень простая. То есть, у нас находится клавиша включения-выключения, выбор режима работы, увеличение температуры скорости, уменьшение температуры скорости, и выбор скорости воздушного потока. Ну и давайте сейчас включим кондиционер и послушаем, как он шумит. Гофру я подсоединять не буду. Итак, включаем. Еще раз повторюсь, что жалюзи здесь находятся в верхней части. Как видим, здесь находится дисплей. Температуру показывает, какой режим. Ну и сами видите, он очень тихо работает. То есть, шума совсем-совсем по минимуму. Ну и давайте сейчас выберем другой режим. Вентиляция. Сейчас самый сильный включу. Вот сейчас самая большая скорость. То есть, я считаю, что это не очень громко. Ну и давайте выключим. Также хотелось бы сказать, что когда мы выключаем кондиционер, следующее включение компрессора будет приблизительно через 3-4 минуты. То есть, это специальная защита. Допустим, мы выключили, включили. Сейчас мы включим, но он будет работать, а компрессор не будет работать. По истечении только 4-5 минут компрессор заработает. Теперь приступим к изготовлению воздухоотвода. Данную конструкцию я использовать не буду. Она мне нужна будет для того, чтобы по ней вырезать отверстие. Я обвел маркером, как вы видели. И все. Теперь нам нужно будет здесь вырезать отверстие. Вырезать я буду вот на таком оргстекле. Это двоечка. Этого будет вполне достаточно. Размера для каждого индивидуальная. Почему, потом вы это все поймете. Итак, давайте сейчас вырежем отверстие. Промеряем. Промеряем. Да, все подойдет. Все защелкнется. Все готово. Останется снять пленочку и установить это все на окно. Итак, установил оргстекло на окно. Смотрите, закрепил все это вот на такие саморезики. У меня окно деревянное. Можно было еще проложить утеплитель. Но, думаю, этого будет вполне достаточно. Буквально один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь саморезов. Если у вас окно пластиковое, то еще проще. Можно между оргстеклом и окном двухстороннюю клейкую ленту. И все. Никаких саморезов. Больше ничего не нужно. Вот как все выглядит дома. Смотрите, подсоединил гофру к кондею и в окошечко. То есть, окно у нас открытое. И здесь у нас поликарбонат. Вернее, оргстекло. За навесочку. И все выглядит красиво. Морозит хорошо. Выставило 18. Это минимальная температура. Сейчас у меня дома 27,9. До этого было вообще 30. То есть, остужает нормально. Ну и как видим, все хорошо встало. Также можно взять и подвинуть. Здесь есть колесики. В принципе, все нормально. Что касается отвода воздуха. Не обязательно делать из оргстекла. Некоторые делают из стеновых панелей. Соединяют, вырезают. То же самое получается. Но опять же, это получается непрозрачно. Оргстекло, мне кажется, это самый оптимальный вариант. Опять же, можно обратиться в рекламное агентство, к примеру. И они вам уже под размеры и отверстия все вырежут. Ну а если у вас есть, допустим, лобзик дома или канцелярский нож, то можно, естественно, сделать все это самому. Что касается технических характеристиках. Я сейчас делаю небольшой кадр. Можете нажать на паузу и более детально все просмотреть. Ну а мы на этом будем заканчивать. Ссылочку, где я покупал кондиционер, оставлю внизу под описанием. Можно пройти, ознакомиться с ценами и с ассортиментом. Ну а мы заканчиваем. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok